Основные травмы, с которыми поступают пациенты – растяжение, вывихи, переломы верхних конечностей и лучевой кости. В пожилом возрасте страдают лодыжки и шейка бедра. За две недели марта с различными повреждениями госпитализировано 25 пациентов. Из них 6 детей. 104 нефтьюганца находятся на амбулаторном лечении. С начала весеннего периода у нас уже обратилось 129 пациентов. Из них 37 – это дети. Один ребенок был госпитализирован. Один ребенок поступал к нам с импровизированных, несанкционированных горок-склонов, на которых дети активно сейчас катаются. Предостережения врачей касаются не только детей, подростков и пожилых людей, но также активных и здоровых мужчин. Прогулки на снегоходах дают массу адреналина, но могут обернуться травмой. Люди, которые ездят у нас на снегоходах, тоже хочется предостеречь, что лед тонкий, может не выдержать, а снегоход может провалиться под своей массой. И дай бог, чтобы лишиться только снегохода, но не лишиться, например, своего здоровья и не дай бог жизни. Отдых на природе, любимое увлечение, казалось бы, безобидной рыбалкой, становится не менее опасным. Лед у нас потихонечку тает, уже нет такого крепкого льда. Надо обязательно выбирать те места, где лед наиболее имеет пока большую толщину. Не отходить далеко от берега, информировать своих родственников, где они находятся. Риску подвержены автолюбители во время чистки гаражных крыш. Будьте осторожны, советуют врачи. Выходите из дома пораньше, не спешите. Выбирайте обувь с противоскользящей подошвой. Не перебегайте дорогу. Если всё же не устояли, упали, а вскоре заметили головокружение, боль в голове или суставах, отёки в повреждённой области, обращайтесь в травмпункт или вызывайте скорую помощь. Светлана Леонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».